Всем привет! Меня зовут Сергей Родионов, я вам директор The Village. Я вам расскажу о нашем опыте работы над изданием The Village, над оформлением, над довольно большой загрузкой. До 30 порой доходит 25-30 постов в день. И целое артодел — это 7 человек, включая меня в статии, которые каждый день занимаются оформлением интернет-газетных программ. Там, в этом, еще не встанет. Ситуация о себе. Мне 25 лет, я арт-директор, графический дизайнер, путешественник. Меня вдохновляют города, люди, все, что связано с городской жизнью, еда, стадионы очень люблю. И во многом я вдохновляюсь от этого и вкладываю это все в мои проекты. В общем, в Village, я пришел на него два с половиной года назад, хотя изданию 4 года, и не с самого начала проекта, но я следил за его развитием в следующем с 60-го года, когда он появился. За Village очень важно понимать. Это сайт, который с самого начала строился на том, что это вот гид по новому городу. Это сайт о будущем. Он ориентирован всегда был на будущее, на какие-то изменения в городе. Он рассказывал о трендах, например, о велодорожках, о современной архитектуре, о уличной идее. Это то, что в 2010 году в Москве мэр только поменялся, был Лужков, пришел Собянин. Как бы отврос окно к изменениям, и об этом стали очень много говорить, но Village потолкнул к изменениям, в свою очередь, мы очень много об этом писали. И, что важно, мы не только писали, мы старались это делать. Миссия издания была доносить всеми средствами наше видение города. То есть мы порой выходили на ресторанные дни, готовили сами трюброды, сэндвичи, рассказывали о том, что есть вот так. И потом, когда мы приходили на ресторанный день и делали материал, узнавали, что люди прочитали, но забилось, и это их вдохновило прийти. Вот тоже это делать. Сейчас в Москве уже проходят еще много всяких фестивалей, связанных с куличной едой. К сожалению, нельзя на улицах города со свободой открыть какое-то хорошее место, как киоск будет там стоять, но это очень мало. Ну, можно сказать, что произошла революция в случае с уличной едой. В сентябре был отличный фестиваль, как в Англии, как я, когда просто много людей собирались, которые уничтожили, уничтожили мир, который они не любят, и очень много людей приходило, и они отлично проводили время. Но эта страничка развилась в 2012-го года. Это сайта, это был блог, с одного ручка. Там все не слышат. В 2012-м году, ну, как бы, вот, был блогом, в то время, когда я пришел, на архиве попробовал отыскать страничку, максимально приближенную к тому времени, 23-24 марта это было. И с тех пор как бы все очень сильно поменялось. Это был «Бит по новому городу». Мы, ну, как бы, вот, фичеры какие-то написали, собственно, на фаб, называются многие какие-то мероприятия. Это было в большей степени связано на изменениях. Потом, это наша редакция, потом мы менялись, это новая страничка. И теперь сайт, он направлен, как бы, на всю, ну, он расскажет о всем интересном, что может, о всем интересном для горожанин. Сейчас, ну, как бы, мы объединились с Хоббс и Фирс, мы стали больше говорить о каких-то политических темах, но только с той стороны, как бы, что действительно касается нас. Ну, как бы, мы не переходим там, прям, на всю границу. Это действительно какая-то, вот, какая-то картина, картина дня, которая, ну, в плане сегодня, именно вот для контента Фитера. Сейчас у нас сайт именно на Москву, на Фитер, на Киев. К сожалению, у нас киевского офиса уже нет, он был закрыт в сентябре, но, возможно, скоро появится. Это главный страница Village с контрастом, что-то не очень. Это главный страница Village с, ну, в пятницу, в четверг. Сейчас вверху, вот, это, конечно, эфир. Мы очень большие значения передаем, то есть со стороны, как, просто, а, в течение дня. А дальше идет, ну, как, в цепи, в параду, входит в два. Это наша статистика, она очень сильно выросла, что за последнее время у нас, мы-то посмотрим, 15 миллионов, а уникальных пользователей 3 миллиона. Теперь мы узнаем вском доме. Ну, Village — это одна из основных частей лукатменя, в Большом Литальского дома. Там работает, ну, порядка 120 человек, только в штате, и еще в дне штатников очень много. И вот мы сидим вместе в этом большом муссеруме с еще разными другими изданиями, как Лукатмит, Луфур и Ван Дерзиен. До недавнего времени еще был Хоббс и Пирс, но в июле этого года мы объединились вместе, и теперь, как бы, большой забилочек, в которой только москлянщики, 30 человек, в котором участвуют. Вот, и для этого еще есть отдел разработки. Очень важная отделка — это основная разработка, как писать. Мы очень плотно с ними работаем, с этим изменением. Особенно, что у нас, скажем, директор дизайна сайта, занимается интерфейсом, занимается аналитикой, я позже об этом расскажу подробнее. Ну, здесь, в отдел маркетинга, занимается маркетингом, дизайнер-сайта с маркетинговой продукцией, мы проводим оффлайн-проекты, мы запечатываемся, что-то придумываем. Теперь об арт-директе. Ну, приблизительно, арт-отдел, арт-директор, дизайнер, теперь дизайнер, от редактора, очень много фотографов, очень много иллюстраторов, они мечтательники, ну, они вот сами не сидят, а дизайнер-фот-редактор, арт-директор, ну, как бы, мы сосредоточены, как бы в одном округе, чтобы мы с тобой было коммуницировать, редакция так через стол, и разработчики находятся в другой комнате, ну, и постоянно там связываемся, то есть, с маркетинговой. Вот это как бы основные коммуникации, я как бы находюсь последником, между редакцией, разработчиков маркетингов, и, ну, дизайнер-делом. Я стараюсь доносить какие-то задачи для них, контролировать их в исполнении, и, ну, редакция, как бы, самая главная, самая приоритетная задача контролировать выпуск каждый день, потому что там очень много материалов выходит, нужно следить за тем, чтобы все было в порядке, по нашему определенному порядку, как у нас все изработали. Думать, основное, мы собираемся на планерке каждую неделю, что в, ну, как бы, в редакции, что в маркетинговой, то есть у нас бывают планерки по тематическим неделям, если мы делаем сейчас у нас новая практика, каждую неделю у нас какая-то тема неделя, например, была дешевая Москва, а потом злая Москва, а потом сейчас будет недвижимость, недвижимость в городе вообще. И вот где-то в среду мы собираемся, нет, сначала собирается редакция, редакторы придумывают, ну, предшторм, а потом, ну, как бы мы собираемся еще вместе с ответственным редактором, со мной, с дизайнером, с редактором еще придумывают, и потом мы собираемся все вместе, все задачи, ну, между дизайнером и редакторами, ну, кто что делает, я рисую стиль для этого, ну, мы постепенно обновляем. Вот, это инструментально. А главный инструмент, как я пользуюсь дизайнером, ну, в работе у нас с управлением бастовной заведующей, в Google Doc, в Google Doc'ах все планирование, все материалы, которые есть, там, планы, таблички, сетки, регулярные рубрики, планы по регулярному рубрику. У нас только, я иногда насчитал, сорок шесть регулярных рубрик, это только много, потому что, когда каждый раз ты запускаешь, делаешь новый дизайн, приходится учитывать все 45 только как база, ну, а, ну, то есть, 45 по 100, они, в принципе, определяют дизайн главной страницы, потому что это фичер, это такая плитка, ну, как в нашем дизайне, и поймать их 45, ну, постоянно что-то новое придумывается, что не вложится уже в какую-то рубрику, и это просто, ну, если в каком-то раздел. Вот. Дропбокс, собственно, в Дропбоксе у нас все шаблоны, очень важно шаблонировать, там гайды, там какие-то важные фотографии, документы, логотипы для печати, там, ну, в общем, все полезно для дизайна, для фотоэдакторов. В скайпе вся переписка, мы там общаемся, с теми, кто в офисе, кто не в офисе, там много всяких чатиков полезных, там, в интернете есть, да, дизайнер, фотоэдакторов модборды, по основным направлениям, то есть есть там, например, фотоэдакторов модборд по съемкам пикеров, там, модборды по съемкам людей, ну, и так далее, там подобная, архитектура, там, бывают модборды, которые мы составляем специальные каких-то съемок, или специальных рубрик, например, там, как на мой сайт, рубрика, которая выходит в разделе «Еда», и там вот у нас есть определенный гайд для оформления, что всегда на картинке, на главной, должна быть там чистая, такая конечная картинка интерьера, или «Еда», и вот «Еда» должно быть вот так, вот так, вот так, все прописано, и дальше. Ну, это клауд, собственно, понятно, и «Артикл», это наш разрубор, это очень важный, продукт, которым пользуются, пользуются эти заверты, дизайнеры ездит дневно, ну, то есть он не делает фотошопы там, и потом не верстает, все, что им это делает. Очень важная штука, которая нам позволяет очень быстро и в большом количестве каждый день, каждый день выпускать еще много постов. Покровнее расскажу про «Артикл». А, например, такого поста, который выходил в следующей неделе, это «Планы на выходные». Ну, это регулярный пост, который выходит каждый четверг, с, ну, такой, много всяких событий, такая плитка из событий, разной важности. Вот, ну, как выглядит, собственно, наш редактор. Вверху можно выбрать топик, поток, куда это уходит, какие версии, сколько версий, мы сюда прочитываем эту версию, чтобы ничего не потерять, если вдруг что-то. Тут у нас города, на которых выходит пост, тип, как выходит на главный этот пост, стильные параметры поста, кто может прикрепить на главной странице, сам вверху, чтобы он писал, только там, ну, как сам главный. Заголовок, лид, всякие обложки, обложки очень важно, чтобы они были зимой картинки. Ну, тут самые разные обложки не выполняют разные пункты, как эта обложка, например, она, ну, это как картинка, которая идет на Facebook, там, 266-264. Бейдж уходила раньше на Facebook, и сейчас это просто картинка, которая используется на кристаллических сайтов. И чем то, что на главном. Вот. Собственно, дальше поле редактирования. Тут очень легко, просто шаблонами, табличками можно делать разные схемы, потому что порой очень сложно. Порой мы используем шаблоны, и там просто как-то берем, копируем, что-то внутри. И Command-C просто и Command-Way. Очень быстро собирать посты по шаблону. Ну, например, кулярный. Картинки заливаются в это поле, и отсюда непосредственно вставляются. Вот такая. подмет панели. Такие разделители. Теперь блоки, которые позволяют, ну, которые очень быстро что-то там делать. Порой даже не дизайнер, чтобы, ну, простить работу. Многие после делают на основе дел, на картинках они вставляют. Дальше. Презентация. Собственно, процесс, как выпускается материал. Ну, все начинается с того, что мы придумываем на планерках, наденем вторник с редакторами, а потом, если взять, например, по плану на таблине, ну, всегда в четверг ходят. Ну, редактор дает задание автору, может быть, не дает задание, просто автор уже знает, что он не получает. Ну, мы знакомы, с вами как-то едут. А мы пишем текст, присылают редактору, параллельно присылают еще этот текст под редактором, под дизайнером. Вот редактор ищет картинки, параллельно с тем, что он не остается в подсвече. Ну, я в данной ситуации контролирующее длино, просто я, ну, один раз придумал шаблоны для этого всего, и дизайнер просто придумал, я направляющий дал. Я могу там посмотреть уже после выпуска, если там нет ошибок. Ну, дизайнер, как редактор, делает свою работу, ну, там обычно этот редактор заливает картинку в сверстный вопрос, а потом все пересылается редактору, он финально вычитывает, отправляет в корректор, корректор вычитывает, потом приятный редактор, редактор начинает поплевать, просто он выходит. Теперь, самое интересное, практика. Я просто вам покажу, какие кейсы из нашей работы, и, ну, расскажу о том, что имеет значение, собственно, для меня, и то, что это бьет. приоритеты вообще, вот, по части картинок и внешнего вида, на главной странице и на фейсбуке, очень важно, которые, красивые, привлекательные картинки, которые определяют стиль завилоджа, я вот это дальше поговорю, на главной странице на фейсбуке, потому что та картинка, на которую ты кликнешь, тоже оставит тебя перейти, прочитать этот пост. И, ну, очень важно, следить за тем, чтобы они были чистые, лаконичные, чтобы там не было, не было желудочных, не было, там, переранки, или там, еще что-то. Потому что, ну, все должно складываться целую картину и определять, вот, наше издание. Мы про перемены, мы про новый город, сейчас мы чуть шире, но все равно остались, как бы, носителем каких-то трендов и интересных изменений в Москве, в Бургии, в Кире, в Гибридах, мы стали больше, мы все инстуденты, порой пишем, ну, и странный опыт, будь то российский опыт, и, то, что касается стиля, очень важно, чтобы эти картинки были, ну, позитивные, чтобы это принесло какие-то положительные эмоции, чтобы, ну, не знаю, людей не отворачивали, чтобы там не было негатива, чтобы там не было, не было, откровенных, таких темных картинок. Как это выглядит? У нас фичеры на главной странице разных размеров, тут важно соблюдать какую-то пропорциональность, если большая картинка, там больше деталей было, рядом стоит маленькая картинка, чтобы там была одна деталь, потому что если на маленькой будет много деталей, на большой будет одна картинка, что-то не складывается. Фичеры, которые хорошие вверху, а вот здесь что-то не так, здесь, например, много деталей, как формат, в принципе, ну, где есть, и рядом и прорисложив, это темная картинка, здесь и заваленный горизонт, и вертикаль, это сложно, мы добиваемся того, чтобы у нас было все ровно. Ну, и здесь все лаконично, четко предмет, четкая композиция, а здесь, например, не по фотостилю, у нас в черно-белых картинках сейфы, например, вообще не бывает. Теперь по фотостилю, я покажу наш гайд, для авторедактора. очень удобно. Очень удобно можно сделать гайды прям в нашем заредакторе, как для публикованных пост. Просто для внутреннего пользования, русские фотографии, которые мы просто сравниваем кодеку, в проблеме. Ну, просто в самом начале мы говорим о том, что фотографии на сайте должны продавать естественные внешки видов, собственно, всех картинок, то есть нам очень важно, чтобы это была картинка максимально приближенных естественных. Чтобы мы были человечными, чтобы люди улыбались, чтобы мы были открытыми и располагались не к себе. А недавно взмывало, например, желание и все, чтобы было настоящее. Вот тут дальше подбираем по съемке. Учитываем основные какие-то моменты, чтобы это было четко, чтобы не было вертикально перед результатами происходящее. И дальше большие рекомендации для фотографов по съемкам. Мы не всегда говорим, что людей нужно с вами. У нас есть Pinterest, поэтому мы делаем, мы составляем отборды, это все отправляем решением по всем фотографам и редакторам. По интерьерам точно так же. У нас по съемке еды, по всем-всем основным рубрикам. Потом будут требования по обработке, которые все должны сохранять. То есть у нас фотограф обрабатывает, пересылает этот редактор, и этот редактор должен как бы объяснить, не участвовать, просто отобрать в картинку. Так, и дальше. Простые векторные иллюстрации, то, что у нас отличает. Но вообще вот по изображениям, смотрим, потому что такого иллюстрации, как мы, наверное, никто не использует, но совершенно в разных стилях. Есть три основных стиля. Один из стилей, например, это простая векторная иллюстрация, то, что позволяет, например, очень быстро решать задачи. Если у нас в новостном отделе или в отделе город или в данной ситуации что-то очень быстро можно сфигировать на что-то, ну, фотография бы слишком плепарно смотрится, слишком, ну, неинтересно в данной ситуации, мы быстро делаем эту иконку, или у нас есть уже шаблон, мы просто берем ее. Есть определенные требования, их три, когда мы все-таки картинки. Ну, мы тут раскрубляем углы и концы линий. Расстояние, ну, то есть, мы должны все слипаться и при масштабировании тоже, по-моему, от мусора высокого отказываемся. Ну, то есть, здесь нужен разный формат, потому что часто обложки разного размера, мы все корректируем. Ну, примеры, собственно, здесь плохо, здесь классно. Вот, собственно, ну, у нас огромные борды там в иллюстраторе, где куча всего набросена и формировалась там полтора-два года и каждый занят просто дает нужную картинку, составляет, меняет уже новые фичи. Значит, ну, было важное требование, чтобы толщина, все формировалась одна и там все одной толщиной. Даже не сколь не заберется. Вот. Это инструменты основные, которые мы используем в работе с иллюстратором на простых всяких штуках, которые там прощают жизнь. Шабилл это тул и вектор скрайп. Вектор скрайп очень удобно, потому что, что-то делать такое, очень удобно. Теперь карты. Я очень люблю карты, я вначале не сказал, что это один из моих. Я тоже вдохновляюсь очень картами, и в детстве вообще коллекционировал карты, а когда путешествовал, в детстве то я зарисовывал вообще карты, ну, не знаю, у меня была такая чешка. И я большое удовольствие получаю от зарисования карт, придумывания иконок для них. У нас были сначала статичные карты, просто картинки, ну, как бы, ну, и потом мы как бы начали подумываться над тем, как бы сделать такую карту, ну, чтобы она была интерактивной, чтобы можно было, ну, не знаю, поставить в свое местное расположение и использовать ее там в своем путешествии. Мы стали использовать Google-карту, мы их перекрашивали и добавляли иконки. Ну, тогда можно заливать иконку 64 на 64, по-моему, ну, и как бы, определенных требований в инфраструкторе при толщине линии там, 2 или 1 вот и тут просто стоят эти иконки и, ну, вот это тоже можно сюда покликать. Это просто как иллюстрация может быть, это может быть просто как пины какого-то, ну, дальше, например, в посте вот про Кельсинки там идут описания этих мест. У нас бывают такие большие посты, там, какие-то по каким-то городам, там, как можно время пропустить в Белиси, в Кельсинке, где-то еще и там трясуем маршрут и даем 3-4 карты. Пост выглядит так. Такой большой пост, тоже, в принципе, шаблонная верстка. Один раз придумали, провели там полдня эти верстки, как-то уже просто по накатам мы используем иллюстрацию всегда, такие маленькие, которые используют все картинки, которые переносятся еще слева. Инфография определенных размеров. Ну, и как, как, заработать для иллюстраторов, теперь инфаграмм. Очень важно, наши работы, также инфографические, все эти задачи, потому что визуализируют визуализируют и я просто покажу несколько своих любимых. Когда просыпается и ложится спать. Скажите, где-то там люди в виду мира. Ну, это вариант получается, что в Токио раньше всех просыпались. И мы вот просто наложили на одну шкалу послать солнце, закат солнца, это желтое и синий, плохо видеть, к сожалению, наверху. Вот внизу такая зеленая линия, там у меня здесь еще красная, это время возрастования. То есть, собственно, с 7, где-то там с 7, до 12 часов ночи в Токио люди бодрствуют и вот там накладывается время открытия метро, опять утра, например. Раньше все, по-моему, убили. В Нью-Йорке все круглосу начинают. Ну, просто, по сравнению, это у меня городские сервисы, как не накладываются на время бодрства. Москва, получается, Москва, Нью-Йорк самые поздние живущие круглосустречные гражданины, ну, ведомые авторитетные. Вот такая фига. Там была классная инфография КАРО. Кому звонить Путин? Мы интересовали, конечно, два раза, но второй раз был просто... Ну, дай-ка, стоило бы, что делать. Делали большую счастью. Сколько раз это было? Кажется, разваливаются целый миллионер больше всего. А у на сайте президента собственно все есть. Ну, не знаю, там же переговорили, или обсудили. огромные-огромные-огромные огромные он. Раскладки, ну, такой журнальный прием, раскладки каких-то вещей, продуктов, мы используем Тинклинк. Такой сервис, тинклинк.com можно посмотреть. Там запрещено плату, не помню, даже сколько там, там в угол нужно сколько там платить, ну, небольшие деньги, и можно использовать сервис. Мы используем на всех изданиях, в луках медиа. На велоджер, например, для распадок еды в рубрике продукты. Мы покупали там на вьетнамском рынке влюбленные физические продукты, не знаю, там все редакции. фрукты вкусные, а вот дальше это просто для слабонервных. Я там попробовал какое-то яйцо и просто вот, просто на язык. Хотя я очень открыт каким-то новым кухням и каким-то литийским блюдам, чтобы для путешествовать. Но вот это было, конечно, эти соусы, это было страшное дело. Все, все выплевывали, все редакции, в общем, никто толком, кроме анимес, соусской редакции еды, это не оценил. Но визуально это был проголосованный материал недели. Мы вот внутри редакции там голосуем каждую неделю за лучший материал и автору получаем бутылку винат. И я думаю, этот материал, это вино, наверное, дамы всей подредактор, который работал и скрыгиваться всего, и фотограф, и дизайн такой слой. Вот, сингвин, какие-то точки для наведения. Тут можно китографии прочитать, можно сумку поставить. Это был прикольный пост, работа над ошибками, идти по фотошопу, летчем вовремя. А в 2000, вот старый виллаж, в 2012 году был только прецедент, как уволили главу Орехова-Борисова, префекта. В Москве есть разные префектуры, вот Орехова-Борисова уволили этого главу префектуры просто за то, что они там на сайте опубликовали какие-то ложивые картинки, где собственно там просто были люди без теней, там были не убрали снег в общем зимой, и там были доказательства того, что зачистили все дорожки от снега, и это там было совершенно неестественно, там с какими-то отсутствием теней у людей, там доставили что-то, там замазали совершенно как-то вот просто чуть ли не в пейнте, и мы подготовили вот такой гид, на что обращать внимание, ну и сделали своими руками съемочку, нашли машину и вручной российской заказали, что типа наши дизайнеры имеют контакты, вот это что-то. На самом деле это было шоперно, это было обычное типа вот это реалистично, а не то, что у вас, там, потому что мы обучисовали патриархом. То есть материалы проделки сделали подделку. Ну да, взглянули. Так, после настольной игры, это прием, который мы используем в последнее время. Ну, развлекательные посты, начиналось с поста подготовленного к выбору «Ромейро Москвы», продукт типа «Ну вот, станем эмострой Москвы». Это вот это вот это такое огромное полотно для игры потом с кубиком. Плохо все видно, но это вот приблизительно вот так выглядит. Просто всякие квадраты, в которые можно ходить. И потом это можно освещатать, то есть подряд есть, и это как длиннющая игра получается. Это занималось сначала где-то три дня, но не полностью, конечно, отвлекаясь этой задачей, а потом дизайнеры стали обзывать по шаблону, и за полдня все очень быстро вращалось, что дистанцию заказывали. и потом это распечатываешь, и получается какая-то хитровая что-то. Это я, да, с вами это много. Выпуск с помощью дизайнеров. Такой важный момент, который мы сейчас практикуем. То есть мы делаем шаблоны, и новостной отдел, который выпускает очень много, порядка 50, может быть, даже больше, я могу ошибаться, научить их деньги. И для них очень важно быстро реагировать, дизайнер будет обновить процесс. Мы просто сделали шаблоны, есть такие спецблоки, и подготовили картинки, они просто их загружают на тему, например, дело дорожки, или скидки, или поезды, и просто на тему подбирают. Картинку ставят, это занимает минуты. И сделали это не трейд, просто есть такой шаблончик, каблички, что там, или что, число на колоннах, число столбцов, и может, где-то третье, можно будет плотно, относительно которого вычитается. Бывают большие материалы, ну, называют иногда ломгридер. Был прикольный материал про единственный москвей медиапластер. Это место, в котором находятся очень много изданий, и ВГТРК, и канал «Воссия», и редакция газеты «Правда», и еще, и еще, и мы сначально каждую сделали, как бы, это активно прошлись по истории, исторические справки, и потом пошло, поехало, огромные дети, которые салжаны про каждое место силы на победу, на победу, было на самом деле вару, чуть-чуть, может, сангетов. Ролик в тему. вару, по телефончику, выжимал молотоком, я и его университетет, и университетет, и «Университетететет, больше, больше, выдержки. «И мы вару, вару, и вару, вару, и вару, вару, Я делал два, три дня это все. Вообще, с самого начала. Теоретическим делом мы начали практиковать где-то месяц назад на ULG. Мы уже до этого запустили на Lookat.me, просто уже есть на VILLAGE, на футбуре. Когда мы придумываем одну тематическую неделю и возвращаем ей в ряд постов, 10-15 постов. Вот прям тешевая москва, это была первая тематическая неделя. Визуально это все объединяется из мастерил иллюстрации или фишками, которые, например, первым стиль, логотип, подпись, обложка на Facebook выходит с этим логотипом, баннеры крутятся, там, дешевая Москва, там, где дешево поесть в Москве. Ну и все фичеры там в одном стиле. Но главное выделять, что это посты про межащие комфортические недели. У нас уже порядка четырех недель. Все недели была про дом и быт. Следующий был про недвижимость. Тут была самая первая. Тут много всего. Собирающий пост – это обложка, которая выходит в последний со всеми постами. Но зачем мы успеху брать этот собирающий пост? Это межащий пост. Сколько стоит содержание домашних животных? Да. Ну, присоединяем эти иллюстрации. Шаблонно очень быстро. После всего, чтобы убрать 300 рублей за месяц. Начинаем с самого дешевого. Ну, все-все-все. И потом закончили теоретическую неделю тем, что мы отправились в Будапешт на 100 евро. Когда готовились к теоретическую неделю, то большой отбор между дизайнерами. Основные форматы. Все ресторанцы вместе. Все используют эти картинки. Перезапуск. Неважный момент. Я как директор участвовал. В запуске в Weekend это приложение было в начале 2013 года. В нем был свой фирменный стиль. И потом был перезапуск вообще в этом году, в феврале. И сейчас готовится к новому перезапуску. Ну, моя роль перезапуску. Я, собственно, придумываю фирменный стиль. Ну, обновляю его в зависимости от основных направляющих издателей. Вот. И в семянских мутбордах мы общаемся с дизайнерами делать работу. С Лешей, с Васей. Вася с мутбордами. Внутри с дизайнером мы проговорим какие-то моменты. Как мы это видим. Сначала это мутборды, какие-то штуки. Мне нравится, нравится. Иссеиваем. Потом начинаем пробовать. Типографика. Типографика новая. Мы пересели с футурами на AD. Там обложки рисуются, всякие выносы. Светблоки. Потом гайды для каждого поста. Там фичер выглядит. Обязательно выберем рубика с таким фичером, с такой картинкой на обложке. С такими выносами. Все понятно. Потом мы не можем простить работу. Вот. Съемы лештки. Опять. Двор. Одним кликом. Вот так. В конце своего рассказа хочу отметить три штуки. Что очень важно упрощать все. Для нас очень важным моментом было все эти регулярные рубрики сделать шаблонами. То есть, чтобы дизайнеры четко понимали, что вот есть 45 рубрик. Мы все делаем вот так. Так. Четко-четко-четко. И это занимает у нас 30% времени. Потому что все понятно. 70% — это рутин. И 70% времени нужно брать нестандартный вход. На большие посты. На поиск чего-то нового. На другие задачи. Например, работа с маркинией. Печатать все эти штуки. То есть максимально разнообразие. И мы наработали еще много шаблонов. Иллюстрации, которые мы смешиваем. По типографике, по схеме вверху. Чтобы все понятно. Очень важный момент — делать материалы вместе. Потому что это развивает team building. И вот клевый материал про чай. У нас что с ним такое? Угу. У нас был материал, назывался «Резиновая квартира». Поэтому мы всей редакцией решили провести ночь в «Однушке» с Тургеном. Мы бы хотели пригласить всех всех. Участвовал человек в третье. Может быть, в редакции, друзья редакции. И мы просто хотели как бы постоять как мигранты. У них больше не говорится. Потому что мигранты живут в маленькой квартире. Там ходят, занимают очереди душ. Там готовят огромный дешерак. 17 человек. Это было довольно тесно. Но в итоге, на мой взгляд, эксперимент не получился. Потому что мы заказали пиццу. Мы не готовили ничего вместе. Никто в душ не бегал в 5 утра. Уехал к себе куда-нибудь. Домой мыться. И потом, может быть, даже в следующий день был рабочим. Было пятница. Он пришел. Или там пришел, толком был неэффективен. Вот. Ну, мы отлично время провели. И этим билдингом делать не кажется. Это очень клево. И начинаем. Все, наверное, на команду. Ну, просто пост с комментариями. И тут показатели счетчика. Мы посчитали расход холодной воды, расход горячей воды. И расход увеличения. Ну, ищите новое. То есть дизайнеры, редакторы, все-все-все, все должны обновляться. И если какие-то новые штуки, нужно собрать мутборды, обмениваться. Очень важно путешествовать. Пополняется новая информация. И потом это вкладывает работу. Я хотел в конце показать, что, ну, клевый материал. Получается на смешении форматов. И вот мы использовали формат передачи, которую вы все знаете, Орел Олешко. И сделали при помощи всего по трансляции. В прямом эфире я с своей коллегой Еленой Солоевой. Директора по маркетингу. 50 евро на человека было всего лишь. Мы провели время там. Искали краудшерфинг. В итоге не получилось. Это ведь хостели. Очень много пешком ходили. Но в итоге у нас опять провалился. Потому что действительно невозможно. И копейки. Ну, у нас не получилось. Может быть, мы это не очень хотели. Нормально питаться. Вот. Какие-то у нас были? Нет. Без билета на самолёт. В итоге сколько получилось? В итоге получилось 116. Потому что мы просто в самый последний момент, уже в самый вечер, просто были настолько головными, уже не могли там ездить. И мы просто сночёвка пишем. Это сночёвка. Одна ночёвка с субботы на воскресенье. И... Ну, мы заказали стейки просто и наелись. Пишите, как же самое. Ещё на вас объем. Кстати, адская общая поездка была на свет. Из Москвы летать в Будапешт. Потому что они в 6 утра вылетают. Эту ночь вычёркивается из Москвы. И из Будапешт только в 6 утра. Последнюю ночь тоже. И мы потом как зомби приехали на работу. И мы идти домой. Вот. Ну, это очень клёвый, деликательный формат. Вообще, мы хотим всё больше и больше тут участвовать, что делать. Хотели про Львов, кстати, сделать вот это. Потому что, ну, очень много что-то типа у русских про Львов. И хочется как бы это всё развенчивать. Теперь всё классно. И, ну, действительно, мне кажется, вот такой дешёвый формат, просто на ура получился. Наверное, на двоих 50 евро. В общем, на этом всё. Спасибо за внимание. А для карт не пробовали Macbox? Ну, Google очень удобно. Его можно там использовать в приложении Google Maps на телефоне, там сохранять, использовать путешествия. Вместе с этими, с ельными данными, с сервис-плацами, да? Да. Прям для нас было очень удобно. Мы Macbox знаем, и просто Google очень удобно. Да. Да. У нас происходит взаимодействие, вот, всё-таки, с, ну, какими-то, ловер UX-отделом. Кто-то статистику собирает, там, ну, условно, видим, что там кто-то, как-то, не знаю, там, плохо пользуется, что там, на главной какая-то проблема. Как это на вас плевает? Ну, взаимодействие постоянно, мы постоянно обмениваемся. Информация о том, что Waterpods плохо собирает, например, на главной странице, вот, с суперфичной большой картинкой ставить, точно не надо, там, маленькую картинку. И мы не делаем уже что-то такое. Делаем, да, какого-то другого. В случае с дизайнером в отделе разработки, который, собственно, рисует весь интерфейс, если он продумывает, что вот это, ну, должно быть по-другому, потому что вот собирает статистику кликов, там, сюда, 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 и оно, ну, не знаю, должно быть уже по-другому. Просто всё теперь собирается. Наша же задача — это всё наполнять эти купли из того, что они делали. Как вы делаете, как дизайн меняет стиль? Как меняется аналитика? Ещё раз, пожалуйста. Вы используете аналитику в дизайне, если вы меняете дизайн, видный стиль, как изменяются показатели? В дизайне очень сложно оценить, очень сложно оценить, насколько успешен, там, не знаю, изменение стиля, там, не знаю, этого шрифта, одного шрифта на другого или там что-то ещё. Мы скорее просто получим какую-то обратную связь, но… А, обратную связь? В таком как? Ну, отзыв. Отзыв, да. Серёж, у вас совсем недавно был большой дизайн. Ну, в феврале, да. Относительно недавно был большой период. Был просто задача. Да, был период, когда мы менялись, потом парку выкатили достаточно большой. Скорее, наверное, вопрос был, когда не минорные изменения, там, ну, когда вот и большую совершенство, то есть отказаться от одного шрифта, а когда большой релиз, большой релизай, ну, наверное, здесь как раз могут метрики меняться, в зависимости от того. Вот здесь. Сколько вопрос про это? Что-то избыли? Да, вот этот вопрос. В основном всё, ну, как бы, позитивные отзывы от этого всего, и, ну, всё окей. Ну, то есть… Единственное, что… Прости. Были предпосылки о них только делали дизайн, и эти гипотезы благодаря дизайну оправдались. Ну, здесь просто очень важный момент в том, что есть вещи, которые влияют на эффективность напрямую, то есть, например, какие-нибудь блоки под постом, которые ведут на другие посты, там мы именно, исходя из статистики, принимаем решение в отделе разработки, что здесь вот подзаголовок нужен, а здесь не нужен. Это не дизайн решения, это решение чисто статистическое. А есть штуки, как вот фирменный стиль всего издания, которые… Он должен быть актуальным, он должен быть созвучен изданием, он должен хорошо работать с текстом, но напрямую… здесь нет вот короткой связки с трафиком, с эффективностью, она длинная. И как бы это просто другого рода процесс, и это два разных дизайна, по сути, два разных совершенно подхода, два разных дисциплины, это делают разные люди. То есть, у вас логика и эстетика, которая длинная? Да. 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 А сколько времени уходит на продукты спецпроектов? И это делает редакция, или это делает… А как по плану спецпроектов? Потому что они разные будут. Это будет рекламный проект? Да, рекламный проект. И обычно так же, что касается не рекламного… Ну, например, тема недели, да? Специальный проект. Ну, начну с редакции. Тематически недель, например, делать какой-то кул редакторов вместе с дизайнерами, с редакторами. На это уходят недели… Ну, это планируется заранее, конечно, все у нас там распланировано до конца года еще тематические недели. Какие тематические недели там делаются прям сильно заранее? Потому что, например, там рейтинг для родов, для жизни, это требует длительного времени, и мы там заранее все это проделываем. Но простые тематические недели, как дешевая Москва или дом и быт, это просто был, скорее, сбор каких-то постов. Ну, порой простых, это делается за одну неделю. Единственное, что это требует для дизайнеров подготовки по фирменному стилю недели и так далее. Что касается второго вопроса, у нас есть отдел специальных проектов и рекламный отдел, который полностью, ну, как бы по определенным гайдам, шрифты какие-то, есть требования к картинкам, и есть, как бы, определенная сетка, которую мы используем согласно редактору, и они согласно этому делают, независимо от редакции, специальные проекты. Например, с нареком, или там все-таки, ну, вот, и на этом ходят там, ну, довольно-таки длительное время. Ну, я скажу, помню, выдела летом спецвук из 105 группы, и так было продляжа, да, это внутренний дакцион. Это было где-то около 15 или 10 страниц, как я уже предплатил дешевая мисклата, и там тоже было в тормозине, и там было в плетении. Мне просто было интересно, сколько времени вы можете за сбор информации. За сбор? Слушай, это очень быстро делается, делается точно за неделю, просто потому что мы обо всем это написали, мы просто взяли и собрали все вместе. Это очень важно, потому что мы, как бы, за счет этого взяли, пересобрали в новом виде, и мы получили, как бы, новый просмотр постов, и все работали. Профиль. Да. Мне интересует, как проходил процесс попору шильфов, чем вы у вас вкладываете в выборе? Как процесс попору шильфов происходил? Почему вы выбрали именно эти? Возможно, вы тоже обращали внимание на лицензии? Ну, очень-очень важно, конечно, чтобы шлифт элементов этого новостиля неоскопленную эмоцию, созвученную с нашим видением сайта. То есть, при редизайне в феврале мы как бы изменились с такой вот, с такой плиточки, был такой Pinterest-like, в какой-то более серьезный такой новостной сайт, и мы решили подбирать более серьезный такой шлифт такой заголовочный журнальный такой эмоции и выбрали Адель. Мы, ну, по-моему, с Лешей тогда, в тот момент, она был дворцами такими шлифтами, и вот это, как бы, по нашему видению отражало сущность шлифта научиться. Мы используем, ну, лицензионные шлифты, мы покупаем, используем дубинка. Ясно. Да? Свет. Решатор. Сергей, а как вот вы решаете конфликт на ситуацию, с дизайнером, что вы не похожи на скандальном, что делает человеком? Похоже, да? А, не, на самом деле, ну, как бы, как бы, электрожон. Бывают разные конфликты, то есть, непонимание или недопонимание. Мы спорим, да, о том, что вот это снимать надо вот так, там, ну, я говорю, что никакой плёнки, никакой плёнки, никакого зерна. Ну, мы снимаем, занимаемся боевом. Приходится, ну, садиться за стол и находить какой-то компромисс. Ну, компромисс очень важный в работе. Очень много людей, очень много, ну, всегда приходится балансировать между качеством каким-то и скоростью. Потому что, мы как бы собираем просмотры, нужно быстро много делать. Ну, и, какую картинку поставить, там, не знаю, Анжелину Джоли, например, на фичер, которая соберёт много, потому что, вот, подать человек, который вот известный, я обязательно на него криви. Может быть, мы будем говорить о том, что не третёрном, что-нибудь другое. Приходится вот, договариваться, аргументировать. Ну, то есть, вы там себе видите? Да, они там. Я хочу так, так с тобой. Аргументировать, конечно. А раньше аргументировали. Они там, я, я так и вижу, да, арт-диектор. Арт-диектор. Хорошо. Спасибо большое тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Я каждый раз даю пакетик, да, все интересуются, что тут, тут наша кузя. Заучился. Дякую. Дякую вам. Спасибо.